Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В украинском правительстве нашли способ разгрузить границу с Польшей. Первый украинский фильм, получивший «Оскар». Это первый «Оскар» в истории Украины. Я думаю, что я буду первым режиссером на этой сцене, который говорит, лучше бы я никогда не делал этот фильм. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. С самого утра Россия обстреливает Запорожскую и Харьковскую области. Во время воздушной тревоги раздаются взрывы после предупреждения об угрозе обстрела баллистикой. В который раз призываем вас, если вы находитесь в Украине, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Россия производит втрое больше боеприпасов для войны с Украиной, чем США и Европа вместе взятые. Об этом пишет СНН. Российские заводы производят до трех миллионов боеприпасов в год. А США и Европа в совокупности могут производить около миллиона двухсот тысяч боеприпасов. То, что мы сейчас ведем, это производственная война. Исход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена к ведению этой войны. Американские военные поставили себе цель производить до 100 тысяч в месяц к концу 2025 года. Но даже эта цифра недостижима из-за заблокированного в Конгрессе законопроекта о финансировании Украины. Окупанты используют мощные фугасные авиационные бомбы ФАП-1500 против украинских войск. Их сбрасывают на расстоянии с 60-70 километров, недоступном для украинских систем противовоздушной обороны. Эта бомба намного сильнее тех, которые использовались россиянами раньше, ФАП-500. По словам военных, если и выживаешь после такого удара, то контузия гарантирована. Насколько серьезную опасность действительно они представляют, почему россияне начали их использование именно сейчас и указывает ли это на то, что другие средства закончились? Поговорим об этом с экспертом. Что до ФАП-1500? ФАП-1500 на сегодняшний день стали использоваться постольку, поскольку, ну, во-первых, их определенное количество можно использовать с одного носителя, такого как Су-34. У россиян была проблема адаптации под ФАП-1500 своих универсальных модулей планирования и коррекции полетов, поскольку россияне производят их очень быстро, даже в какой-то степени кустарно. Но и бомб у них, как таковых, очень много осталось от Советского Союза, и они могут на них не экономить. То есть у них бомб осталось даже больше, чем в свое время у них было крылатых ракет авиационного или морского базирования, которые они использовали часто в 22-м и 23-м годах. Посему это будет серьезная проблема, поскольку ФАП-1500 – это тот самый инструментарий, который вскрывает линии обороны, который взламывает укрепрайоны, которому очень сложно противостоять. Ну, только подумать, полторы тысячи взрывчатого вещества, ни один укрепрайон это не выдержит. В украинском правительстве видят решение проблемы на границе с Польшей, видят, как можно разгрузить автомобильные маршруты. Министр инфраструктуры предлагает решить эту проблему путем увеличения морских перевозов. Мы не будем там зупиняться, мы будем намагаться, как можно, швидше диверсифицировать, додавать новые пункты пропуску, працювать над расширением существующих. Я надеюсь, что через определенный час наши первые контейнерные перевозки по Дунаю, вверх по Дунаю пидут с портов нашего измейла Ренни. И это тоже нам позволит хоть как-то развантажить. Ну и плюс Одесса, глубоководные порты. Так же мы ожидаем, что первые контейнерные судна с контейнерами пидут в направлении с Одессой и в Одессу так же. То есть это тоже все уменьшить навантажение на пункте пропуску, потому что сейчас контейнерные перевозки, частина, делается наступным образом. А судна прибывают до портов Польши и далее вантаживками идуть, попотрапляют в Украину. Но если мы вернемся к контейнерных перевозок спортив Великой Одессы, мы частью трафика точно снимем, частью перевозок. Россия, конечно, тоже в курсе и будет всячески мешать. Ну, в принципе, как и раньше. Но после российских обстрелов, как говорит министр инфраструктуры, немного, но удалось восстановить. Хоть некоторые оборудования и приходится ждать по многу месяцам. В Беларуси снова стартует проверка боеспособности военных частей, пишут в Минобороны Республики. Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники. Возможно, временное ограничение движения гражданского транспорта. Это далеко не первая проверка боеготовности на фоне почти постоянных учений, но раньше не вводилось ограничение на передвижение транспорта. В МИД Германии поддержали идею поставок дальнобойных ракет Таурус в Великобританию с последующей передачей эквивалентного количества британских ракет Storm Shadow для Украины. Такое предложение несколько дней назад прозвучало от британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. В Германии такую схему называют круговыми поставками. Круговые поставки – это, так сказать, немецкое изобретение. Это может стать опцией. Мы когда-то уже использовали ее при других поставках. По конструкции эти ракеты действительно схожи, но отличаются по функционалу. Поговорили об этом с экспертом. Это крылатые ракеты авиационного базирования до звуковых. И там отличия лишь в некоторых нюансах боевой части, в электронной начинке, в фазах полета, наведения и так далее. То есть нюансы не велики, но они и есть. Что общего, Таурусы неплохо применяются с самолетами. Они интегрированы специально для самолетов Еврофайтер Тайфун. Они интегрированы для СААП Гриппен, но при этом они очень сложно интегрируются в Су-24 украинские и в F-16. Для того, чтобы подготовить F-16 для применения Таурус, необходимо соответствующее время для модернизации самой архитектуры самолета. Поэтому, как временное решение, можно было бы Таурусы передавать, конечно же, Великобритании. А Великобритания из своих запасов, стратегических запасов уже бы Украине передавала Storm Shadow. Но Германия против этого, поскольку они считают, что свои ракеты Таурус, что их ракеты, они в принципе более эффективны, нежели Storm Shadow. А для того, чтобы использовать Таурус, в Украине нужно либо модернизированный F-16, либо Еврофайтер Тайфун или же, опять-таки, СААП Гриппен. То есть вопрос заключается именно в этом. Цены на нефть продолжают падать на фоне беспокойства о слабом спросе в Китае. Но геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и вокруг России ограничивает падение цен, пишут аналитики Reuters. Опасения относительно слабого спроса в Китае перевесили решение ОПЕК-плюс продолжить сокращение добычи. Однако снижение цен будет ограничено ростом геополитических рисков. Существует вероятность того, что перемирие между Хамас и Израилем не будет достигнуто, а конфликт может расшириться на Россию и ее соседей. Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире, и любые действия, и оценки, и тревоги влияют на ее стоимость. Первый «Оскар» в истории украинского кино получила лента «20 дней в Мариуполе». Она была названа лучшим документальным фильмом. Самый кассовый украинский док-фильм в истории снят украинским журналистом и военным корреспондентом Мстиславом Черновым в первые три недели полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе. Самым лучшим фильмом стал «Опенгеймер», который получил 7 «Оскаров» из 13 номинаций. «Оскар» за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун за роль в картине «Бедная и несчастная», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи из того же «Опенгеймера». Это первый «Оскар» в истории Украины. Я думаю, что я буду первым режиссером на этой сцене, который говорит, лучше бы я никогда не делал этот фильм. Я был бы рад обменять его на Россию, которая бы никогда на нас не напала. Кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю. Спасибо вам всем. Спасибо Украине. Слава Украине. Спасибо Украине. Слава Украине. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Не забывайте подписываться на наши каналы. Это тоже очень важно. Ну а у меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей. Слава Украине.